Ребята, всем привет! Я Лёха Колесников. Ну и что, наконец-таки до меня доехали мои абсолютно новые мотоботы, новая модель Alpinistars T10. Я также и на сегодняшний день езжу в десятках. В принципе, большую часть своей спортивной карьеры я выступаю именно в мотоботах Alpinistars и именно в модели T10. По ряду причин, учитывая их конфигурацию, их определенную жесткость, внутренний сапожок, и ряд, там, тот тонкий мысль, ряд своих специфических особенностей этих бот, именно этой модели. То, что конкретно мне нравится для фристайла-мотокросса. То, что я считаю, в принципе, немаловажным, потому что помимо жесткости, есть еще ряд особенностей, которые для нас важны. Что мы видим здесь? Что мы видим здесь? Здесь абсолютно новые, то есть та же десятка, те же T10, но они глобально другие, глобально другие. Это абсолютно новые мотоботы, ничего... Ну, то есть какое-то легкое, наверное, внешнее сходство осталось от предыдущей версии. Вот, наверное, подошва только, да, плюс-минус не глобально изменена, хотя все равно даже конфигурация подошвы немножко другая вставка, по-моему, другой длины и так далее. Но не суть. У этой модели однозначно, как я вижу, на первый взгляд, больше пластика в разы. Они однозначно жестче, это чувствуется даже уже прямо руками, благодаря вот этим вот ребрам жесткости. На прошлой модели этого нет, там просто кожа, кожаная вставка. Немного другие застежки, немножко другие застежки, сразу я обратил внимание. Больше пластика вот здесь вот, который, как бы, да, голень, стакан, как бы, сам, да, больше защищен. Задник очень похожий, такая же вставочка, то есть, да, суппорт такой для жесткости. И, как бы, вот здесь вот тоже, как бы, вот этих вот накладок, нашлепок прорезиненных, с пластиком. У прошлой модели нету. Здесь у них полностью идет замша, и, если вы помните, то примерно здесь вот в середине такие две тоненькие-тоненькие резиновые прокладочки. Скажу честно, конкретно для меня и для фристайла мотокросса, помечу, что не для мотокросса. Для мотокросса, чем больше защиты, чем больше жесткости, я считаю, что, наверное, все-таки, ну, как бы, лучше, лучше. Для фристайла мотокросса не всегда, потому что нам, как бы, важно очень тонко чувствовать контакт рамы, да, то есть, когда мы возвращаемся с трюков, когда мы поджимаем мотоцикл ногами, там, в определенные, находясь там вверх ногами в определенные моменты. Также важен не толстый, без лишних накладок, как у некоторых моделей там есть, да, мысок, чтобы здесь не было огромного количества пластика, потому что при трюках, например, там, сальто назад с одной рукой или без рук, или еще что-то, мы вставляем, как бы, бот под ножку передачи или под специальную пегу с шипами, выжимаем ее, как бы, за нее, как бы, получается, мыском держимся, и потом уже, там, отпускаем руки и все остальное. Очень важно, как бы, вот здесь вот чувствовать, чувствовать контактное пятно, чувствовать, насколько сильно ты держишься за ножку, чтобы, не дай бог, ни в коем случае у тебя, там, бот оттуда не выскользнул или, там, не зафиксировался так, как нужно. Ну, то есть, вот этот момент для меня, конечно, супер важен. Вот, ну и, что еще, то есть, я чувствую, вижу, однозначно, что они жестче, прям вот, ну, прям 100%. Вес, вес, они чуть-чуть легче предыдущих, не готов сказать, там, в граммах, да, но в целом, наверное, мотоботы, я полагаю, что весит, наверное, на круг около 4 килограмм, я так думаю. Вот, внутри сапожок, смотрим, сколько он другой, в принципе, все идентичное, схожее, чуть-чуть другой дизайн, чуть другие прострочки, смысл суппорта точно такие же, все точно такое же, чуть другая липучка, но сапожок, в принципе, в принципе, практически тот же, немного, как бы, дизайн и внешний вид изменен, но смысл весь тот же, и еще один момент, который я сейчас сравнивал в магазине, который я сразу заметил, то, что они примерно на, не знаю, там, сантиметр-два, они ниже, ниже, чем предыдущая модель. Вот, в целом, чего, не терпится, не терпится уже попробовать, вот, не терпится посмотреть, протестировать, я думаю, что лишнее количество пластика не помешает, не помешает делать мне трюки, но, в целом, боты, как и всегда, да, у меня всегда был приоритет именно на модели 1010, потому что они суперудобные, суперлегкие, при этом жесткие, самые жесткие мотоботы, получается, в индустрии, насколько знаю я, вот, ну, и немаловажный момент, то, что они всегда суперкруто выглядят, вот, а стиль и дизайн в нашем случае, как бы, это тоже немаловажная вещь, да и вообще, в целом, приятно, когда это правильная экипировка, когда это чистый, правильный, настроенный мотоцикл, может быть, он даже и не новый, но всегда приятно, когда получать удовольствие от процесса, когда у тебя все, как бы, от и до правильно организовано, правильно настроено, и все четко работает, вот, поэтому очень скоро протестирую, в целом, боты огонь!